Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем канале мы разбираем моторы и коробки и рассказываем все об запчастях. В нашем плейлисте более 100 разборок моторов, а также более двух десятков коробок передач. Прямо сейчас мы дополним наш список разборок и разберем четырехступенчатую автоматическую коробку от Volkswagen 01M. Встречаем! Четырехступенчатая автоматическая коробка передач 01M – это собственная разработка инженеров Audi Volkswagen. Она появилась в 1995 году и была предназначена для установки на двигателях мощностью 75-175 лошадиных сил для поперечной установки и только сочеталась с передним приводом. Она была сделана на основе автомата с индексом 0,95 либо 0,96 в зависимости от модификации, который появился в 1991 году. Этот автомат установился на автомобили Volkswagen Sears Skoda вплоть до 2009 года. Вероятно, и сейчас он устанавливается на некоторые автомобили VAG для китайского рынка. Это была последняя автоматическая коробка собственной разработки Volkswagen. Затем концерн переключился на более надежные ZF и Aisin, но при этом стал разрабатывать собственные вариаторы Multitronic и предсерективные коробки DSG, которые, к слову, мы уже разбирали. Сегодня же мы будем разбирать коробку 01M, снятую с Volkswagen Golf 4 1999 года. Коробка 01M имеет электронное управление. Электронный блок спрятан в подкапотном пространстве. В основе этой коробки лежит двухрядный редуктор Ravigno для фиксации шестерен, которого и водила используется три фрикционных муфты и два тормоза. Итого 5 пакетов сцепления, а также обгонная муфта. Тормозных лент в данном автомате нет. В конструкции присутствует немало пластиковых и обрезиненных оригинальных деталей, которые служат примерно 10 лет. Но если коробка испытывает перегревы, и того меньше. Интересная особенность данного автомата. Картер дифференциала изолирован от системы смазки планетарного механизма. То есть масло сюда заливается отдельно и другое. На картере коробки передач находится радиатор для охлаждения трансмиссионного масла. И коробка оснащена гидротрансформатором с муфтой его блокировки. Это был один из первых автоматов, который был оснащен принудительной блокировкой гидротрансформатора. Причем гидротрансформатор блокировался полностью либо частично на всех передачах. Надежность данной коробки можно считать средней. Она способна пройти 150-200 тысяч километров. Пинки можно вылечить доливкой масла, которая уходит через сальники и прокладку поддона. Но если после доливки масла пинки прекратились, а через несколько месяцев они появились вновь, то значит коробку надо ремонтировать. Также проблемы в данной коробке, например, невозможность включить четвертую передачу могут быть связаны с ЭБУ. Трансмиссионную жидкость в данной коробке надо менять каждые 50 тысяч километров. Здесь используется трансмиссионная жидкость уровня Dextran 3. Оригинальная жидкость Volkswagen желтого цвета. Так как мы сегодня разбираем коробку, для этого нам надо специальное увесистое приспособление. Итак, встречаем, Серега. Мы начинаем нашу разборочку. Между теплообменником и корпусом стоят резиновые уплотнительные колечки. Со временем они дубеют и начинают пропускать масло. Естественно, уровень падает и коробка начинает пинаться. А вот здесь будет все в масле. Вскрыли коробку и по ароматам, по ходу, коробка горела. Камера вам не передаст запахов, но передаст картинку. Обратите внимание на два момента. Какое чернющее масло, такого быть точно не должно быть. И сколько продуктов износа на магните. В поддоне установлена переливная трубка. По ней устанавливается уровень масла. То есть, когда коробка собрана, в нее заливается новое масло. Давай следующий дубль. Потом коробку надо прогреть до 40 градусов, откручивается вот эта сливная пробочка и лишнее масло вытекает. Когда струя прекращается, значит уровень в норме. Такого фильтра мы еще в наших разборках не видели. Вот это все металлическая стружка. Но наш Серега может восстановить и такого трупа. Но лучше всего естественно купить прекрасную коробку с гарантией в «АвтоСтронг-М». От старости либо от перегрева коробки этот жгут при переборке коробки приходится менять. Также могут треснуть вот эти пластиковые фишки соленоидов. В гидроблоке находится 7 соленоидов. Естественно, самыми нагруженными являются соленоид главного давления и соленоид муфты блокировки гидротрансформатора. Эти соленоиды являются модулирующими, то есть непрерывно регулируют давление включения многодисковых муфт, а также давление муфты блокировки гидротрансформатора. Большой враг данной коробки – это перегрев трансмиссионной жидкости. Из-за перегрева трансмиссионной жидкости подклинивает золотник соленоиды главного давления. Из-за этого давление при переключении передач не меняется, и фрикционы K1 и K3 сгорают. Сейчас разберем и покажем. При проблеме с клапаном муфты блокировки гидротрансформатора машина начинает пинаться при трогании, либо же не ехать при отпускании педали тормоза. Если проблема с клапаном муфта блокировки, то это приводит к ее ускоренному износу. Остальные 5 соленоидов являются двухпозиционными и служат намного дольше. В них нет штифта и золотника, а поток масла перекрывается стальным шариком. Каналы гидроблока засоряются фрикционной пылью, которую стругает муфта блокировки гидротрансформатора. Продлить жизнь гидроблока можно частой заменой трансмиссионной жидкости. При ремонте коробки блок промывается от скопившегося в нем фрикционного осадка. Это позиционер, который реагирует на выбранный режим работы коробки и отправляет сигнал не только на панель приборов, но и в блок управления. Достаем насос в сборе и сразу видны особенности данной коробки. Это пластиковая шайба скольжения и резинометаллический поршень. Так вот, с годами, со временем эти детали дубеют и начинают пропускать масло. Следовательно, все у нас проскальзывает, а пластиковая шайба скольжения просто разрушается. Несмотря на то, что в масле очень много продуктов износа, втулочки у нас в идеальном состоянии и шестерни без нареканий. Это тормоз B2. Смотрим на состояние фрикционов. Черные как уголь, то есть они буксовали и горели. Температура была настолько высокая, что потемнела поверхность стальных дисков. Далее у нас фрикционная муфта K2. Фрикционная муфта в отличном состоянии, потому что она включает задний ход. В этом барабане находятся те самые муфты K1 и K3, которые отвечают за весь передний ход. А что это у нас за звук такой? Что-то отсюда высыпается. Сейчас разберем и посмотрим. Не переключайтесь. Продолжаем удивляться количеству пластиковых деталей в этой коробке. В барабане переднего хода есть такие две пластиковые шайбы. Это подшипники скольжения. Так вот, со временем они могут развалиться и разлететься по всей коробке. Продолжаем разбирать коробку. Это барабан 3-4 передачи. Это барабан переднего хода. Это хаб, который фиксируется на барабане переднего хода благодаря вот таким пластиковым деталям. Так вот, со временем от перегрева, от старости они становятся хрупкими и разваливаются. Это фрикционы муфты K1. Они тоже сгоревшие. Почему они сгорают? Где-то падает давление. Давления не хватает для сжатия пакетов фрикционов. И фрикционы пробуксовывают относительно металлических дисков и сгорают. Это муфта K3 3-4 передачи. Она запеклась, диски стальные выгнулись, посинели от перегрева. Ну и естественно фрикционы все черные. Мы обнаружили источник обломков. Это развалился упорный диск барабана 3-4 передачи. По заводу это выглядело примерно вот так. Вообще барабан 3-4 передачи конструктивно слабый. Его корзина со временем выгибается вдоль оси вала. Тогда фрикционы 3-4 передачи проскальзывают и сгорают. Так как редуктор Rovignon двойной, то и некоторых деталей у него по две. Вот это вал малой солнечной шестерни, которая находится вот там. А вот это вторая солнечная шестерня. Она большая. В редукторе Rovignon два комплекта сателлитов. Малые и большие. А вообще редуктор Rovignon обеспечивает четыре передачи переднего хода. Здесь же стоит муфта свободного хода. Она же обгонная с пластиковым сепаратором, который задействуется при включении первой передачи. В барабане заднего хода применяется вот такая возвратная пружина. То есть подается давление на поршень, поршень сжимает фрикционы. И чтобы вернуть фрикционы в обратное положение, когда уже давления нет, применяется вот такая возвратная пружина. Кстати, здесь опять же есть вот такая пластиковая деталь, которая с успехом разлетается от старости. Последний пакет сцепления тормоз B1, который участвует во включении заднего хода. По состоянию фрикционов они уже начали подгорать. Стоит отметить, что адаптация данной коробки к различным двигателям производится подбором пар промежуточного вала и главной передачи. Разборка закончена и сегодня мы разобрали коробку средней надежности, которая на 50% состоит из пластика. Серега, резюмируй. Надежная данная трансмиссия очень низкая. Самые больные места – это корпус сцепления 3-4 передачи и его муфта. Это ее очень маленькая площадь сцепления. Соответственно, она горит, что мы увидели в нашем случае. Спасибо. Пожалуйста. Обязательно подпишитесь на наш канал, если вы хотите знать все об запчастях, двигателях и коробках. Обязательно нажмите колокольчик, напишите комментарий. Мы читаем каждый. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти с гарантией и честной ценой. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова